24 августа 2023 года Япония начала сливать в Тихий океан тонны радиоактивной воды. Так решило руководство Фукусимы-1, той самой, где в 2011 году произошла авария. После на разрушенной АЭС накопилось больше миллиона тонн загрязненной воды, и в 2023 году было решено слить часть. И под словом «часть» я имею в виду 1,25 миллиона тонн загрязненной радиоактивной воды. Этого достаточно, чтобы заполнить 500 олимпийских бассейнов. Как бы ужасно это ни звучало, но подобным занимались и США, и Европа, и СССР. И вот теперь Япония. Если вы уже разозлились, то я вам скажу, что эту радиоактивную воду можно сливать в океан. Есть только небольшой нюанс. Сейчас кофейку выпью и расскажу. Ненавязчивое напоминание для тех, кто забывает ставить лайки. Не забывайте, короче. Итак, что вообще происходит со сбросом в океан того, что там точно быть не должно? Еще в 1993 году было принято Всемирное соглашение, которое запрещает государствам сбрасывать радиоактивные отходы в моря. Казалось бы, это произошло довольно давно, но... До этого момента человечество успело слить в мировой океан миллионы тонн отходов. Как я уже сказал, этим занимались и США, и Европа, и СССР, и Япония, всего 13 стран. Соединенные Штаты были первой страной, которая сбросила радиоактивные отходы в океан в 1946 году. И это логично. Появилась ядерная энергетика, появились и отходы. Известно, что в период с 1946 по 1970 год в трех местах в Тихом океане было сброшено более 55 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами. В 1970 году сбросы со стороны США прекратились, но этим все еще занимались другие страны. А затем было принято то самое соглашение, и после него содержание Трития в Мировом океане сильно сократилось. Запомните это название, к Тритию мы вернемся немного позднее. Но, как часто это бывает, сбросы в океан продолжались и после 1993 года. Все потому, что единогласно принятый запрет касался только высокоактивных веществ. Низкоактивные вещества все еще можно было утилизировать в океане в определенных количествах. Что же с Тритиям? И если было принято решение больше не загрязнять океан хотя бы таким образом, почему теперь все согласны с Японией и ее планом слить воду с поврежденной АЭС? Ну, во-первых, согласны далеко не все. Например, сотни людей вышли на митинг в центре Сеула в Южной Корее против плана по сбросу сточных вод с Фукусимой. Протестующие заявили, что море принадлежит не только японскому правительству, но и всему остальному миру. Соседние страны, Китай и Россия, тоже критикуют подобное решение. Так один китайский чиновник посчитал план по выбросу загрязненной воды эгоистичным и безответственным. Ну и, конечно, призвал японское правительство от него отказаться. Однако против выступают не только в других странах. Даже японские рыбаки не в восторге от этой идеи. Они боятся репутационных рисков и потери прибыли. В конце концов, их собственное благосостояние напрямую зависит от того, насколько здоровым будет океан. Рыболовецкие общины предупреждают, что сброс радиоактивной воды сведет на нет более чем десятилетнюю работу по восстановлению репутации. После аварии, которая случилась на АЭС, морепродукты из региона стали вызывать у потребителей серьезные опасения. И понятно почему. Тогда рыбаки едва не лишились средств к существованию. Сейчас морепродукты, которые здесь вылавливают, и так подлежат одному из самых строгих в мире режимов проверки на радиационный фон. Мало кто готов есть то, что могло быть гипотетически отравлено радиацией. При этом прошло больше 12 лет с момента аварии. Цены на местные продукты только начали расти. А теперь рыбаки всерьез опасаются, что все придется начинать заново. В общем, сопротивление рыбаков было и остается яростным. А есть ведь еще и экологические группы, которые тоже категорически против. Все эти протесты вместе с бесконечными дебатами серьезно сдвинули запланированные даты сброса. Изначально от воды должны были начать избавляться гораздо раньше. А сроки между тем поджимают. Дедлайны горят. И вообще ситуация вызывает серьезные опасения. Все потому, что резервуары для хранения жидкости на Фукусиме-1 уже почти заполнены из-за постоянного попадания дождевой воды. Это значит, что если люди не сольют воду сами и контролируемо, она скоро просто выльется сама. Смотрите, все это – резервуары для хранения воды. Их просто огромное количество, и каждый почти переполнен. Чтобы вы понимали, вот как это же самое место выглядело до 2011 года. До катастрофы и до того, как пришлось всю территорию заставить баками с водой. Но их все равно оказалось недостаточно. Емкость хранилища на территории АЭС к настоящему времени почти исчерпана. Тем более все эти резервуары не являются постоянными и должны регулярно проверяться или заменяться. Но чтобы сделать это, нужно понять, что делать с загрязненной водой. Кроме того, поврежденная АЭС – это чертовски большой риск нового загрязнения окружающей среды. Чтобы убрать этот риск, нужно убрать и АЭС. А для этого нужно место. А там стоят баки с водой. Кстати, если вы задаетесь вопросом, чем и как эту воду умудрились загрязнить, то все довольно просто. Ее использовали для охлаждения топливных стержней, которые расплавились после того, как в марте 2011 года на АЭС произошло мощное землетрясение и цунами. Затем затопило подвальные помещения, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи. В результате станция оказалась полностью обесточена, системы аварийного охлаждения отказали, и дальше произошло расплавление ядерного топлива в реакторах, а потом взрывы. После катастрофы компания, занимающаяся электростанциями, закачала воду для охлаждения топливных стержней ядерных реакторов Фукусимы и делала так каждый день. В итоге станция постоянно производила загрязненную радиацией воду, которая теперь хранится в огромных резервуарах. Всего их больше тысячи, и они… ну, просто стоят. И мало того, что все эти резервуары занимают довольно много территорий, которые у Японии не то чтобы в избытке, так они еще и вполне могут разрушиться в результате стихийного бедствия. Еще одно землетрясение или цунами, и вся эта вода просто выплеснется. Но разве не это собираются сделать японские власти? Просто слить воду в океан, скажет кто-то из вас. Однако тут есть очень важные нюансы, которые необходимо учитывать. Эти 1,3 миллиона тонн воды, которые хранятся в огромных резервуарах на объекте, планируется сбрасывать в океан на расстоянии одного километра от береговой линии через специальный подводный туннель. Я не случайно говорю «туннель», потому что для трубы эта конструкция слишком большая. Также там есть сложное оборудование, в том числе трубопроводы для смешивания радиоактивной воды с морской, диаметром около двух метров. Чтобы построить все это, ушло около двух лет. То есть проект реально масштабный. А ведь это только инфраструктура, чтобы сбрасывать воду. Еще даже не сам сброс. Планируется, что насосы будут перекачивать очищенную воду из резервуаров на берег моря и через туннель на дне выливать ее на глубине 12 метров. Предусмотрели кучу всего, включая клапаны для остановки сброса воды в случае чрезвычайной ситуации и крышки, чтобы внутрь не попал песок. Если все пойдет, как задумывалось, то радиоактивная вода, обработанная с помощью усовершенствованной системы очистки, будет разбавляться морской водой, ну и затем попадать в океан. Но океан – штука неоднородная. Вот как выглядят течения в районе, куда будет слита вода. Понятно, что они могут отнести радиоактивную воду к берегам штатов Аляска и Вашингтон, Канады, Китая, Филиппин. И мало того, что радионуклиды могут переноситься океаническими течениями через Тихий океан, морские животные, которые мигрируют на большие расстояния, также могут их распространять. Есть даже отдельное исследование 2012 года. Тихоокеанский голубой тунец, переносящий радионуклиды, полученные из Фукусимы, достиг побережья Сан-Диего в течение шести месяцев после аварии 2011 года. А ведь есть еще фитопланктон – свободно плавающие организмы, которые являются основой пищевой цепи для всей морской жизни. Фитопланктон тоже может впитать радиацию из воды, а затем передаст ее дальше тем, кто питается фитопланктоном. При попадании в организм эти изотопы могут накапливаться, причем и в различных беспозвоночных, и в рыбах, и в морских млекопитающих, и в людях. Даже микропластик, плавающий в океане и так беспокоящий экологов, тоже теоретически может служить переносчиком радионуклидов. А в воде, которую собираются слить, содержится активное вещество – тритий. Помните, да? Так вот, тритий – это радиоактивный изотоп водорода. Если упрощать, то можно сказать, что он замещает обычный водород в клетках тела и выпускает бета-излучение, а оно, в свою очередь, разрушает внутренние органы. Звучит не очень. Под воздействием трития клетки стремительно стареют и истончаются. Естественно, нарушается обмен веществ, и этот процесс вряд ли можно откатить назад. Все настолько серьезно, что многие ученые считают тритий-евую воду основной виновницей распространения рака у людей, живущих рядом с АЭС. В общем, неудивительно, что сразу несколько стран протестуют против слива такой воды в океан. Но разве у Японии есть выбор? Ну, на самом деле, да. Кроме сброса в море, есть еще четыре варианта долгосрочного обращения с загрязненной водой. Это закачка под землю, контролируемое испарение, выделение водорода и затвердевание с подземным захоронением. Правительство Японии просто выбрало сброс. Третий также можно было бы выделить из воды и использовать, например, для создания аккумуляторов. Есть и более сложные и дорогие варианты. Сжигание и водородная переработка. Но объем воды настолько большой, что это явно не подходит. Зато можно было бы воспользоваться ситуацией, чтобы тестировать новые перспективные методы очистки от трития. Но это опять же долго, а сроки, как вы помните, поджимают. И Япония заявляет, что сброс воды вполне безопасен, потому что эта вода прошла уже несколько ступеней очистки на усовершенствованной очистительной установке. Вот так выглядит помещение, где ведется эта очистка, и удалить удалось почти все загрязнения, кроме, собственно, трития. Его невероятно сложно фильтровать, но зато японские власти напоминают, что слив воды с АЭС в море – распространенная практика. Так делают во всем мире, просто все эти АЭС функционируют, а не простаивают после аварии. Например, с атомной электростанции Янцзян в Китае за год выбросили около 112 триллионов беккерелей трития. Беккерель – это единица измерения радиоактивности. С электростанции в Южной Корее было сброшено около 49 триллионов беккерелей. Мы даже нашли вот такую статистику по воде с тритиям, которую выбрасывают в океан атомные станции разных стран. Как видите, весь запас Фукусимы-1 – просто мелочь на фоне остального. И эти выбросы трития с ядерных установок в водные пути до сих пор не показали никаких негативных последствий для окружающей среды или здоровья человека. Звучит странно, но при таких объемах, если бы вода была отравленной, что-нибудь уже должно было произойти. Тем более, чтобы доказать, что вода безопасна, на территории станции построен специальный аквариум с рыбами. Они плавают в воде как раз с тем же уровнем радиации, какой присутствует в воде, которую собираются слить. И вроде бы неплохо себя чувствуют. За рыбами наблюдают, чтобы заодно понять, как быстро тритий покинет их тела. И хотя тритий и вызывает столько возмущения, у японских властей и японских ученых есть свой ответ. Они утверждают, что главное, чтобы содержание трития в воде не превышало допустимую концентрацию. А чтобы добиться нужной концентрации, воду из АЭС разбавляют обычно в пропорции 1 к 40. Более того, японский стандарт выбросов трития более строгий, чем в соседних странах, где, как вы помните, такие сливы тоже происходят регулярно. Ну а еще контролируемый сброс точно лучше неконтролируемого, который произойдет, когда резервуары все-таки переполнятся, и радиоактивная вода просто выльется у побережья сама по себе. Кстати, еще один аргумент в пользу контролируемого слива. Море уже радиоактивное. Вода с Фукусимы не повысит уровень радиоактивности. Это воздействие при ежегодном сбросе воды в океан ниже, чем при рентгене зубов или маммографии. Даже для тех, кто ест много морепродуктов. Сброшенная с Фукусимы вода будет каплей в море как по объему, так и по радиоактивности. И дело не только в том, что такие сбросы уже происходят и бла-бла-бла. Ключевой момент, который следует помнить, заключается в том, что морская вода уже содержит небольшое количество трития. Просто сама по себе это никак не связано с деятельностью человека. Тритий вырабатывается естественным образом, как часть нашей обычной фоновой радиации окружающей среды и попадает в мировые океаны через дожди или через реки. И ладно в океан, тритий есть даже в пищевой воде. И в литре питьевой воды его в семь раз меньше, чем в литре той, очищенной, которую планируют сливать с Фукусимы. А потом, при попадании в Тихий океан, тритий дополнительно разбавляется в огромном объеме воды и быстро достигает уровня радиоактивности, который не будет заметно отличаться от фонового. Чтобы вы понимали, Тихий океан содержит 8400 граммов чистого трития, в то время как Япония будет выбрасывать 0,06 грамма трития каждый год. При этом общее количество трития на Фукусиме составляет менее 3 грамм. А слитая вода изменит уровень в океане менее чем на одну тысячную процента в год. Плюс у трития относительно короткий период полураспада. Поэтому риск еще и снижается со временем. Выглядит так, как будто японцы правда все продумали. В общем, это ситуация, когда фактическое количество трития невероятно мало, и, следовательно, риск для окружающей среды и людей невероятно мал. Международное агентство по атомной энергии в итоге согласилось на предложенный Японии план действий. То есть план одобрила группа экспертов из разных стран и зачла его достаточно безопасным. Тем более сброс будет контролируемым и поэтапным, а все процессы полностью прозрачными. Есть, правда, одно «но». Даже если тритий действительно не опасен, в сброшенной воде могут остаться более опасные элементы, которые не удалось удалить во время очистки. Однако сброс начался и продолжается до сих пор. Последний отчет был в июле 2024-го, и все по-прежнему соответствует международным стандартам безопасности. Работники АЭС отравились зараженной водой Четверо рабочих подверглись воздействию воды, содержащей радиоактивные материалы, после чего двое из них были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Это произошло, когда они прочищали трубы в системе фильтрации источных вод для сброса в море. И шланг случайно отсоединился. Двоих мужчина катила водой, которая еще не была очищена. В итоге их уровень радиации составил 4 беккерелей на квадратный сантиметр. Это превышает порог, который считается безопасным. Запрет морепродуктов Несмотря на все доводы ученых, после того, как Япония сбросила первую партию воды в океан, Китай объявил о немедленном запрете на импорт всех морепродуктов из Японии. По сути, произошло именно то, чего так боялись протестующие японские рыбаки, они потеряли серьезный рынок сбыта. Естественно, сделано это, чтобы предотвратить риск радиоактивного заражения пищевых продуктов. Причем запрет распространен на 10 из 47 префектур Японии, и это реально очень масштабно. Из-за запрета в августе 2023 импорт упал на 67% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Радиоактивная рыба В мае 2023 года рыба, обитавшая вблизи дренажных отверстий на АЭС Фукусима-1, содержала радиоактивный цезий в концентрации в 180 раз превышающей допустимой нормы безопасности в Японии. В черном морском окуне насчитали 18 тысяч беккерелей на килограмм цезия-137, тогда как максимально допустимый уровень составляет 100 беккерелей на килограмм. А всего в период с мая 2022 по май 2023 года было обнаружено в общей сложности 44 рыбы с уровнем цезия выше нормы. Казалось бы, тут речь вообще не про те опасения, которые вызывают сбросы очищенной воды. Но есть подозрение, что существует утечка воды из одного из резервуаров, который все-таки переполнился. Впрочем, это неподтвержденные данные. А с тебя лайк. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok